Добрый вечер, в эфире общественно-российское телевидение «Здесь сейчас». Накануне второго чтения в Госдуме «Закон об отмывании доходов, добытых преступным путем», в счастье обсуждается тема вывозов капитала. И называются абсолютно невероятные цифры от 100 до 140 миллиардов долларов. Это, по крайней мере, в 3-4 раза больше, чем называл в нашей программе бывший директор-распорядитель МВФ Мишель Камдисю. А ему-то, в общем, верить можно. По-моему, просто пытаются обмануть, потому что не считают то, что вывозят сами иностранцы, не считают то, на что покупается ввезенный импорт, или вообще считают просто потому, как мы обмениваем доллары в обменных пунктах. Думаю, неспроста. И к тому же не считают то, что сюда ввозится. Так, на прошлой неделе, например, только одна французская фирма объявила о том, что ввезет 160 миллионов долларов на реконструкцию здания, которая расположена на Красной площади. Об этом о деньгах вообще. Сегодня, здесь и сейчас управляющий делами президента России Владимир Кожин, который будет управлять этими французскими инвестициями. Перечистор, расскажите, вот этот новый бизнес-центр на Красной площади, что он будет из себя представлять? Как это вообще там все встанет? Ну, встанет так, как стоит сегодня. Основа проекта заключается в том, что вот эти исторические стены, фасад, вообще памятник архитектуры, который в списке ЮНЕСКО, с ним ничего не произойдет. И, собственно, вновь построенный этот бизнес-центр, он будет принадлежать государству? Или вместе с инвестором будут как-то разделены? Нет. Ну, во-первых, это не совсем бизнес-центр, я бы так назвал. Там как составляющая будет и бизнес-центр, там будет и отель достаточно высококлассный. А в этом вы правы. Вот, собственно, здание, это было одно из условий нашего тендера. И тот, кто выиграл, согласился с этим. Здание остается в ведении государства. То есть оно не вкладывается в проект, не переходит права собственности. Раньше на Кремле специализировалась швейцарская фирма Mobitex. Почему выбрали другую? Ну, потому что мы считаем, что и проекты подобного рода, да и вообще все проекты сегодня, у нас достаточно их много, в разных направлениях должны проводиться открыто, гласно и законно. Поэтому, когда мы приступали к этому проекту, было принято решение, была проведена классическая процедура с проведением тендера, с разработкой документации, с приглашением всех, кто заинтересовался этим проектом. Mobitex заинтересовался? Нет, Mobitex не участвовал. Участвовал, по-моему, входило в список. Было достаточно много, порядка четырех десятков организаций, которые заявились. Примерно из них половина странных компаний, крупных компаний, почти практически со всех стран. По-моему, Мерката Трейдинг участвовал, если не изменяет память. Вот странная история, она, конечно, не совсем в сфере вашей компетенции, но я думаю, что очевидно, вы, так сказать, про это думаете больше других наших руководителей. Швейцарская прокуратура ведет дело Mobitex, русская прокуратура это дело закрыла. Это вот как? Знаете, я смотрю на всю эту историю очень просто. И все, что связано с реконструкцией Большого Кремлевского дворца, и все остальные дела, президентский самолет, мы это получили как факт. Моя задача построить систему, которая должна работать эффективно, и чтобы больше перспективы не было ни проблем с российской прокуратурой, уж тем более с какой-то иностранной. А то, что произошло, мы воспринимаем как уже свершившееся. Оно у нас есть, есть Большой Кремлевский дворец, который мы хотим как можно больше показывать людям. Есть все остальное. Поэтому разбираться с этим ни я, ни мои сотрудники не будут. Это не наша, во-первых, задача. Генеральная прокуратура приняла свое решение. Ваше колоссальное хозяйство, его оценивают, ну цифры невероятные совершенно, там может только с Газпрому, да нет, даже побольше получится. От 400 миллиардов долларов до 8 триллионов оценки. Вы бы на какой цифре остановились? Я бы остановился на цифре той, которую мы сегодня пытаемся реально просчитать. Но, понимаете, здесь принципиальный вопрос, как считать. Вот есть такие сухие категории, как балансовая стоимость. Ну, это вряд ли что-то говорит. И мы оперируем этими цифрами, потому что это наши активы, это наша работа, это наша повседневная деятельность. А реально, ну как оценить Большой Кремлевский дворец, его стоимость? Вообще, это национальное достояние. Поэтому можно любую цифру. Бесценен, совершенно верно. Можно любую цифру написать, она будет правильной. Ну, а что, например, то, что лежит в понятии ликвидность, в понятии капитализации вашей условной корпорации под названием управление делами, ну, кроме наших там зарубежных представительств, вот что ли в этой собственности внутри, ну, кроме, естественно, и названных вами исторических ценностей типа Большого Кремлевского дворца? Ну, действительно, у нас достаточно большое количество объектов. Это все наши комплексы в Москве, начиная, естественно, с Кремля, дом правительства, счетная палата, Совет Федерации, Государственная Дума, эти здания находятся у нас. Я-то в смысле того, где бы что можно было продать, чтобы людям денег, где-нибудь там в Анголе какой-нибудь, там небоскреб, может быть, есть. Нет, если вы имеете в виду загрансобственность, действительно, сегодня идет, причем, должен сказать откровенно, очень тяжело процесс передачи всей собственности управления делами, поскольку до недавнего времени этой собственности у нас управляла, руководила и зарабатывала на ней более 40 различных организаций, ведомств и так далее. Говорить об эффективности здесь вообще не приходилось, поэтому, в общем-то, и родился этот указ президента, по которому сегодня два собственника, МИД и мы. И наша задача как раз построение эффективной системы эксплуатации этой собственности. То есть активы выводились, но, судя по вашему оптимизму, не вывелись? Да, не вывелись, и что-то мы возвращаем. Там, где есть правая основа, зацепки, мы будем возвращать это, невзирая ни на какие процессы. Но не идет речи, никогда не пойдет, скажем, если говорить о загрансобственной, какой-то массовой продаже или распродаже чего-то. Абсолютно нет. Ну, это я даже, может быть, немножко спровокационно задал вопрос. Скорее, может быть, как политический аргумент. У нас, например, был в программе господин Ландсберге, спикер Литовского парламента, и мы с господином Рогозиным пытались, так сказать, с ним тут обсуждать проблему реституции, что Россия должна Литве, вот он сказал, что 276 миллиардов долларов. И, собственно, мы ему говорили, господин Ландсбергес, а вы посчитали, сколько Россия вложила в Литву? Вот в этом смысле, вот вы можете посчитать, какая там у нас условная, может быть, собственность в Литве? Потому что для переговоров приходит, допустим, премьер-министр Литвы. Называется цифру 276. То есть, надо же чем-то отвечать. Ну, что касается взаимных претензий и долгов, это не совсем наше правовое поле. Это, наверное, к министру экономики вопрос. А если говорить о собственности, об объектах, то мы сегодня знаем до каждого объекта, до каждого квадратного метра земли, по всем странам, где Российская Федерация что-то имеет. И как раз наша задача найти, доказать, если необходимо, провести все необходимые юридические процедуры, потому что очень много, к сожалению, стран, где у нас сегодня собственность, так скажем, подвисла в воздухе. Это известны наши проблемы с Украиной, которая сначала признала нулевой вариант, и вся собственность к нам отошла вместе с долгами, потом отказалась. Сейчас вроде процесс пошел. Это происходило с другими республиками. Так вот мы занимаемся как раз этим. А, чтобы Россия имела законные права на всю загрансобственность, и Б, построение эффективной модели управления этой собственностью. Сколько, по вашему ощущению, процентов этой загрансобственности за последние 10 лет, вот этой неразберихи, было утеряно или находится в таком юридически закрепленном состоянии, что для вас, как для менеджера, заниматься ей не представляет интереса, потому что, ну, как бы, не достать. Знаете, Александр, думаю, что процентов 40 собственности у нас обремено какими-то проблемами. Именно проблемами юридическими, проблемами национального законодательства, и проблемами самой собственности. Скажем, есть у нас собственность в странах, с одной стороны, очень большая, огромное здание, особняки, с другой стороны, в таком состоянии, что ее восстановить, это дешевле продать. А, кстати, вот, что, или скажем так, на какую сумму вы бы считали правильным, как менеджер, продать и отдать, допустим, в бюджет сегодня, когда там и учителям, и шахтерам, и так далее? Мы вообще не рассматриваем и не ставим задачи, и всем, кто у нас этим занимается, даже разрабатывать какие-то программы по продаже. Собственность должна работать, и мы в основе своей закладываем все программы, так называемые инвестиционные проекты. Когда с какими-то партнерами из конкретной страны мы будем восстанавливать даже ту собственность, которая в плохом состоянии, не передавая право собственности, не теряя ее, отдавая в аренду, в долгосрочную аренду, в коммерческое использование, но право собственное останется в России. Спасибо большое, Владимир Владимирович. До сих пор, по-моему, бизнес с государственной собственностью, как правило, дискредитировал и бизнес, и государство. Возможно, этот исторический этап мы уже прошли, здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Субтитры создавал DimaTorzok